Их выбрала железная дорога. Курсанты Центра железнодорожных войск в Загорянском приняли присягу на верность Отечеству. События торжественные и волнительные. Вчерашние мальчишки сегодня берут на себя главное в своей жизни обязательство – Родину защищать. Командование учебного центра верит в то, что приняв военную присягу, вы честны и добросовестно исполните свой долг перед народом и Отечеством. И над нашей стороной будет всегда мирное небо. В учебном центре железнодорожных войск сегодня праздник. 750 курсантов приняли присягу на верность Отечеству и будут заниматься теорией, практикой строительства железных дорог. Новобранцы торжественно приняли присягу строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг. Я, Афонкин Артема Александрович, дожительница Артема, верна своему отечеству. Важный момент церемонии – поздравление и напутствие командования ветеранов и родителей. Не останавливайтесь ни перед какими трудностями и препятствиями. Воспитывайте себе честность и бескорыстие. Вы будете проходить подготовку в старейшей войсковой части Щелковского района, в 857-м учебном центре железнодорожных войск. Здесь вы будете заниматься изучением и совершенствованием своей воинской специальности. Воспитанники отряда Всероссийского движения «Юнармия» имени Героя Советского Союза, воина-железнодорожника, сержанта Виктора Мирошниченко, в знак преемственности передали курсантам воздушные шары в цвет российского триколора. Юнотряд сформирован в Сирковской школе. И тут неожиданно курсанты запели песню «Вперед, Россия». Сотни родителей со всех концов страны приехали поздравить сыновей. Солдат Георгий Ершов прибыл в центр из Рязани по распределению. Признается, в детстве нравилось путешествовать на поезде. Теперь будет изучать железную дорогу изнутри. Научиться планирую эксплуатацию железных дорог, строительству, разборке и так далее. Эмоции зашкаливают, правда, прям. Такой уже солдат большой, взрослый. Центр занимается обучением солдат срочной службы технологиям строительства железных дорог в разных климатических условиях. Обучение в учебном центре происходит по 11 специальностям. В основном это специальности связаны с ремонтом, восстановлением, строительством, эксплуатацией железных дорог и также техникой железнодорожного транспорта. С войсковой частью и учебным центром генерал-лейтенант Александра Шабанова связана вся его армейская служба. Ей он посвятил 45 лет. Горд, что новое поколение с честью и достоинством продолжает традиции, боевой подвиг старшего поколения. И приятно, что командиры делают все, чтобы буквально через течение месяца были подготовлены молодые солдаты к такому серьезному испытанию, как принятие присяги. Для этих парней выпускной будет юбилейным. 5 октября учебный центр отмечает столетие со дня своего основания. Крепки традиции в российской армии и нынешний набор новобранцев – славное тому подтверждение. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова